МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пробная парта экспресс-теста на COVID-19 пробыла у Витебска на поступить у три поликлиники областного центра. Доброченные справы, доброченный рахунок. Куда идуть гроши, який город сбирает для медиков. Абгрейд в Витебску дзе обновлёння площади свободы. Далее про гэты иншая подребязня. У студии Наталья Байнарович, вітаю вас. Первую парту экспресс-теста на выявление COVID-19 отримала Витебская область. В регионе працуют шесть лабораторий, які робят тестирование на коронавирус нового типу. Ситуация в области застаётся контролюемой. Адзначу, сёння, пасля нарады с головными урачами больниц региона, начальник головного управления по ахове здоровье Витебскага был выконкама Михаил Вишнявецкий. За сутки у регионе выявлены 241 выпадок пневмонии. Сіху Витебска – 148. И гэты лишь бы приблизно однольковые на протягу тыдня. Подкреслю Михаил Вишнявецкий. За выключэнням выходных, калі было выявлено менш пневмонии. Министерство аховы здоровья накеровало у Витебску в область пешую пробную партию – 1000 экспресс-тестов. И они поступят у три клиники Витебска. Тысяча экспресс-тестов, которые сейчас будем отрабатывать на приёме пациентов в трёх клиниках города Витебска. Это партия пробная, то есть там определение будет идти, иммуноглобулина в ближайшие 15-полчаса у пациента. То есть мы будем видеть пациент в стадии болезни или переболел уже. Если будет видно, что пациент переболел, значит он будет направляться тогда в учреждение, где сегодня именно концентрация идёт пациентов с пневмониями именно коронавирусными. То есть это ускорит процесс диагностики. Через неделю придёт уже достаточно большой объём этих экспресс-тестов. Михаил Вишневецкий отзначил, что ложка в больницах региона достаткова. Зараз идя выписка тех, кто вылечился. Пациентов выписывают домой, альбо накеровывают у специальной установы аховы здоровья на реабилитацию. Люди, которые перенесли COVID-19, теперь могут допомогать тяжким хворым, сдавши плазму крови. Починается активная работа в этом накерунке. И у протяг темы областным центром первые пациенты, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, стали сдавать плазму. Процедура сдясняется на Витебской областной станции переливания крови. Подобная метода к анарихтоке и переливания плазмы не робилась и ранее при широку вирусных захворываний. Ее выкористовывали подчас эпидемию Китая. Зараз у многих краинах Евросоюза, России и у нас проводятся клиничные доследования по выкористанию плазмы от людей, которые вылечились от COVID-19. Призвали людей прийти на станцию переливания крови и сдать свою плазму, чтобы помочь тем, которые еще находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Первыми откликнулись 4 человека. Вчера была первая донация, когда люди сдали кровь именно для больных коронавирусной инфекцией. Антитела доноров будут активно бороться с инфекцией, которая находится в теле пациента. И в результате этих реакций наступает выздоровление. Донация плазмы производится только тогда, когда человек полностью здоров. Перед каждой донацией проводится полный объем медицинского исследования. Контролируются лабораторные показательные. И только в случае полного здоровья донор допускается к донации. Медики звертаются до всех выздоровевших с закликом стать донором и допомогать урожам вырытывать тех, кто не тяжей переносить захворывание. Пандемия коронавируса с одного боку вымышает людей дистанцироваться один от одного, а с другого закликает объединяться, как разом сопростоять эпидемии. 13-я красавика городский выконаучий комитет открыл доброченный рахунок для закупки обсталявания для лабораторной диагностики COVID-19. Сродку индивидуальной охоты, диагностичных наборов и лековых препаратов. Ци отгукнулися же хары на заклик городских улада удаведалася наша здымочная группа. Пауночная столица Беларуси прозвычайлася жить по-новому. Опустели площадь в улице, парки и скверы областного центра. Маски стали неодъемным атрибутом во всех сферах життядейности. Звездки об развитии пандемии коронавируса стали центральными в телевизионных выпусках новин и заголовках интернет-порталов. Складанная эпидемиологичная ситуация вывела медику на передовую боротьбы за эпидемией коронавируса. Каб патрамать людей у белых халатах, забеспечить их необходимым обсталеванием и сродками индивидуальной охоты, Витебский городский выканавший комитет 13-го красавика открыл добрачинный рахунок. Наместник старшини Гарва Конкама Виктор Глушин подкреслил, что сбор грошовых сродку уйдя вельми активно. Предпринимальники, державные предприемства одины в ожидании супростоять пандемии коронавируса. Очень сложно отдать пальму первенства, потому что, когда горосполком объявил о том, что открыт сбор средств на благотворительный счет Витебской городской центральной поликлиники для помощи нашим медикам, то откликнулись сразу многие. Это не только государственные организации, учреждения, госорганы, но и многие предприятия, индивидуальные предприниматели, просто физические лица. Например, на сегодня уже почти 100 различных организаций и предприятий перечислили свои денежные средства на благотворительный счет. Сродки, которые поступают в Доброчинный фонд, размерковываются по больницам областного центра. И они идут на набытье масок, бахилу, аховных костюмов и лековых препаратов. И, что вельми важно, за их кошт организовано бесплатное горячее харчевание медицинских работников, которые занимаются лечением пневмонии и респираторных инфекций. В ресторане с ранку до вечера кипит работа. На початку тут принимают заказы, а потом нарезают, смажут, варут, парут и распаковывают смашную ежу для витебских медиков. Обеды и верширы каждый день розные и калорийные. Мы берем заявочки, обзваниваем всех работников скорой помощи, учреждений здравоохранения, собираем количество людей, которые будут питаться. И согласно этим заявкам мы готовим. Каждый день мы делаем меню разнообразное. Стараемся, чтобы это было вкусно, по-домашнему, чтобы какую-то приятную нотку для наших медиков сделать. Специалисты прогнозуют, что пик эпидемии коронавируса в Украине пропаде на початок мая, але худкого ее заканчения чекать не приходится. А значит, доброчинный рахунок пыльный час будет заставаться эффективным сроком для поддержки медиков и наближения перемоги над COVID-19. Саргей Мисурагин, Станислав Дудзин, Новины, Витебск. Выходные дома. Напереде великие выходные. И мы, разом с медиками, святарами, ведомыми у городе людьми, ясше раз нагадываем про меры застяроги от инфекционных захворываний. И просим по махчимости заставаться дома, выконывать социальную дистанцию, обмеживать контакты и берахшись обеи своих родных. В предстоящие большие выходные избегайте мест массового скопления людей и по возможности оставайтесь дома, соблюдая принципы социального дистанцирования и самоизоляции. Находясь дома, не забывайте также о здоровом образе жизни, а именно о правильном полноценном питании, режиме сна, физических упражнениях. Максимально старайтесь защитить себя от инфицирования. Соблюдайте гигиену рук, не прикасайтесь руками к лицу. Соблюдайте респираторный этикет, то есть при кашле, чихании прикрывайте нос, рот одноразовым платком либо салфеткой при их отсутствии локтевым сгибом. В магазине старайтесь покупать продукты в упаковках перед употреблением, фрукты, овощи, обрабатывайте кипятком. Берегите себя и будьте здоровы! Дорогие братья и сестры, 28 апреля совершается Радоница. Это день поминовения наших упочивших предков. По традиции, обычно, мы идем после этого на кладбище, после здесь могилы наших предков. Хотелось бы, дорогие, обратиться к вам с тем, чтобы в это время, связанно с эпидемиологической обстановкой, мы были предупредительны друг другу, не забывали тех гигиенических норм, которые необходимо соблюдать в это время. Те, кто чувствует недомогание, дорогие, можно сделать следующим образом. Поберечь других людей и позвонить, например, или попросить кого-нибудь подать записочку о покоении с тем, что помолею, с храмом Божьим по телефону или же передачи через кого-то. Хотелось бы пожелать всем здоровья, помощи Божьей, милости Божьей, ну и радости, конечно, вам, с лишним Господь. До инших тем, шесть районов Витебской области выборочно приступили до сяубой кукурузы. Все лето под гэтую культуру отвяли рекордные 120 тысяч гектаров площу. А тем часом зерневые и зернебобовые уже засеяли на площу больше 150 тысяч гектаров, что складая 60% от запланованных. Есть районы, где яровыми культурами засеяны от 70 до 85%. Это грары Дубровинского, Докшицкого, Чашницкого, Аршанского и Бешанковицкого районов. У Аршанским районе тракторист знайшоу мины часу Великой Чинной войны. Учора днем работник одного сельгаз-предприемства узворвал хлебу калявески смаляны и зауважу у хлебе некальки подазронных прадмету. Мужчина поведомил про знаходку у Месцовый сельсовет. Оттуле информация поступила у милицию. На место приехали саперы. Яны обследовали поле и знайшли 46 минометных мин часов Великой Чинной войны. Увесь арсенал был обяшкоджен группой разминирования вайсковой части 55-24. А тем часом подчас пандемии коронавируса активизовались кибермахляры. Про это попереживают правоохоуники. Зламысники выкористовывают розные схемы выманивания грошей и особистых дадзиных грамадян. Наприклад, рассылают празинтернет письма от имя сусветных организаций и мясцовых доброченных фондов с просьбой оказать материальную допомогу больницам и грамадянам хворым на коронавирус. На самой справе гэта из вороты не мают никакого дочинения к доброченности. Яны утримливают специальный код, який наносит шкоду компьютеру и выкрадает его усе особистые дадиные. В настоящее время вот нами расследуется уголовное дело по фактам кражи реквизитов банковских карточек, которые были получены именно таким способом. Для того, чтобы обезопасить себя, вы не должны открывать вложения, которые рассылаются в этих письмах. К примеру, документы Word только при открытии могут сразу же разместить на вашем компьютере вредоносное программное обеспечение, которое затем может использоваться для слежки за пользователем, кражи его паролей, банковских карточек и всех остальных реквизитов, включая даже запуск видеокамеры, которая находится на вашем ноутбуке. У той же часа не губляют свои актуальности и телефонные махлярства. Так званый вишинг, коли зломыстники представляются с опрацовниками банка и просят громадян поведомить реквизиты банковских карток, коды доступу и пашпортные дадины. А потом за рахунка возникают гроши. Зараз одразу два выпадки таких махлярства расследуются у Полоцку. У мясцовых же хоров кибермахляры скрали 8 и 40 тысяч долларов. Правоохонники еще раз попереживают неприяких умовах никому не поведомлять свои особистые дадины и не переходит по посылках у письмах интернет-рассылки. У Витебску на Площи Свободы начались работы по доброупорадкованию. Новый объект станет еще одним подарунком витеблянам до областных дожинок. В этом году их примает город на Дзвине. Как и конструкция площадь и архитектурные формы тут явятся, доведалась Кристина Шенкарова. Визуально на этом проекте мы можем видеть концепцию благоустройства площади Свободы. То есть тот ее вариант, который будет после реконструкции. Ремонтные работы на площади Свободы идут полным ходом. Заснованных это демонтаж сцены и светлодиодного экрана. Так само будуники сдымают верхнее покрытие над подпорной стяной с полночного боку площадь. Напереде еще шмат работы. Алея найдет доволюш парка. Работа входит устройство тротуара для безопасности людей. Он будет приподнят выше, чем пройдет, чтобы было безопасно для людей. Будет замена старого асфальтного покрытия на новый. Будет выполнен ремонтные работы подпорной существующей сцентр вплоть до улицы Доватора с устройством новых будет выполнено водоотведение, сделаны очистные сооружения, видеонаблюдение будет сделано, будет озеленение, малая архитектурная форма, освещение объекта и другие сопутствующие работы. После масштабной реконструкции площадь набудет новая обличка. Тут появятся малые архитектурные композиции, место для отпочинка, парковка для велосипедов. В проекте продугледжены места для сцены и светло-диодного экрана, а так само для памятного знака про Миколаевский собор. Стоянка для автомобилей останется на раннейшем месте. Здесь предусмотрены проекты, как здесь есть парковки, машины есть, так они будут предусмотрены по парковке машин, парковки машин, и плюс еще будут места, определенное место для остановки, высадки туристических автобусов для туристов и гостей города Витинска. История площади свободы, наличивая больше за 10-100 годел, и выходить удержал на спис историко-культурных каштоуностей. Работы тут идут и под археологичным контролем. Основный объем специалисты плануют скончить до 1-го липеня. Кристина Шенкарова, Александр Рындин, Новины Витебска. А выпуск новинок завершен. Я с вами развитвуюся. Бывайте здоровы! У ближайшие сутки по Витебской в области чекается пираменная в облашность, переважно без опадков. Ветер полношно-заходный 5-10 метров за секунду. Температура по ветру ночью минус 2, плюс 3, днем плюс 13, плюс 18. У Витебска так само пираменная в облашность, опадки не прогнозуются. Ветер полношно-заходный 5-10 метров за секунду. Температура по ветру ночью минус 1, плюс 1, днем плюс 13, плюс 15.